И всего за пачку курева с носа. Конечно, свои 20% я получил. Этот крутой адвокат звонит мне по Междугородке из Техаса. Я говорю, да. А он мне, мне очень жаль, но ваш брат недавно умер. Чёрт, Байрон, мне очень жаль. А мне нет, он был придурком. Смылся давным-давно. Я думал, что он мёртв. Так вот, этот адвокат говорит мне, ваш брат умер богачом. Скважина и всё такое. Почти миллион долларов. Миллион долларов? Да. Невероятно, как же везёт некоторым придуркам. Ты что-нибудь из этого получишь? 35 тысяч. Вот сколько он мне оставил. Долларов? Да. Чёрт, это здорово. Всё равно, что выиграть на скачках, да? Тупица. Как ты думаешь, что сделает правительство? Откусит от моей задницы большой сочный кусок. Бедный Байрон. Такая неудача. Очень жаль. Некоторым людям очень не везёт. Энди, перехнулся? Смотри на швабру. Энди. Ну, ты заплатишь налоги, но всё равно останется много. Да, да. Может, даже хватит на новую машину. Ну и что? Буду платить с неё налоги. Ремонт, обслуживание. Чёртово дети будут просить покатать их. В конце года. Если неправильно посчитаешь налоги, заплатишь из своего кармана. Точно. Дядя Сэм. Лезет к тебе под рубашку и доит тебя, пока соски не посинеют. А люди ещё спрашивают. Энди. Его сейчас убьют. Машьте. Ну и брат. Чёрт. Эй! Мистер Хэдли. Вы доверяете своей жене? Очень смешно. Без зубов ты будешь ещё смешнее. Как вы думаете, она может провернуть схему у вас за спину? Ну всё. Отойди, Март. С ним происходит несчастный случай. Он столкнет его? Если да, вы захороните эти 35 тысяч. Что ты сказал? 35 тысяч. 35 тысяч? Всю сумму? Всё? Да, Пенни. Советую объясниться. Если хотите сохранить деньги, отдайте их жене. Налоговая служба позволяет единовременно подарить жене до 60 тысяч долларов. Брехня. Без налогов? Без налогов. Они не тронут и цента. Ты тот умный банкир, который убил свою жену? Зачем мне верить такому банкиру? Чтобы стать твоим соседом? Всё по закону. Спросите сами. Они подтвердят. Вообще, я глупо себя чувствую. Конечно, вы уже сами всё разузнали. Да, точно. Мне не нужно, чтобы меня учил какой-то умник банкир, убивший свою жену. Конечно. Но вам нужно оформить этот подарок. Придётся раскошелиться. Например, на юриста. Промерливые сволочи. Пожалуй, я бы вам помог. Так вы сэкономите деньги. Если вы принесёте бланки, я заполню их почти бесплатно. Я прошёл лишь потрепиво каждому из моих коллег. Коллеги, слышишь? Это что-то. Работаю на природе. Спивом, скорее почувствуешь себя человеком. Это лишь моё мнение, сэр. А вы что уставились? Работайте. А ну, работать. Вот как получилось, что в предпоследний день работы заключённые, смолившие крыжу фабрики, весной 49-го года в 10 часов утра, уселись в ряд, потягивая ледяное богемское пиво, благодаря самому отчаянному хитрецу из всех, кого знавала тюрьма Роушенк.